Мурат Магомедович, Братский ингушский народ 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 политическое, экономическое состояние всей Российской Федерации. Благодаря мужеству президента Ингуйской Республики Зязякова, героизму и труду ингуйского народа, благодаря политической воле президента России Путина, который поддержал начинание, стремление ингуйского народа и его руководству жить в мире и браться со всеми народами, мы очутились в тот день здесь, когда на этой земле, благодать на земле, мир и стабильность, которая перетекает мир и стабильность на всю Российскую Федерацию. Мы здесь говорим о сегодняшних достижениях, говорим 15 лет, но история, многовековая история ингуйского народа, всего войнахского народа, полна трагических событий, но вместе с тем полна знаменательных, героических событий. Ведь можно говорить о тех временах Царской империи, Российской империи, когда в русско-турецкой войне войнахские полки поднимали самые непосредственные отношения, и все они были награждены. Вспомните гражданскую войну, ведь именно ингуши-чеченцы, восстав в тылу Деникина, остановили его наступление на Москву и тем самым спасли. Отечественная война, Брестская крепость, известная всему миру. Ведь костяк защитников Брестской крепости 400 человек, это ингуши-чеченцы. Молгобегская и Грозненская нефть двигала танки и самолеты в советской армии. Это история, от которой не уйти никуда. И в освоении космоса мы принимали непосредственно участие. И ни один ингуш, и ни один чеченец не сдался, не попал в плен в Афганистане, выполняя свой интернациональный долг. И когда перешагнул 21 век, в 94 году, Россия объявила свою независимость. Завтра мы ее отмечаем. 21 век ингушетия, как и Чечня, вступает, вновь обретя свою государственность. Но при этом, когда говорили о нестабильности на Кавказе, многие упускали тот момент, что на стабильность великой российской государственности чеченцы ингуши вместе с бойцами федеральных войск и подразделений умирали за эту целостность российской федерации. За сегодняшний благодатный день, мирный день, первыми умирали. И сотни из них награждены боевыми орденами. Многие удостойные звания Героя России, они в войнах и удостойны этих орденов. И эти звания присутствуют и на этих площадях, и в этом президиуме. Это наша история. И потому я говорю, да здравствует героический ингушский народ, да здравствует славный Кавказ, да здравствует Великая Российская Федерация.